Друзья, мы сегодня говорим про Шумана. Это еще один классный парень на букву Ш, которого не стоит путать с Шопеном. Несмотря на то, что они оба творили в эпоху романтизма, хотелось бы начать с нескольких высказываний Шумана, которые стали бы превосходными статусами ВКонтакте. Искусство станет гигантской фугой, в пении которой различные народы будут сменять друг друга. Фуга — это музыкальная форма, при которой один голос что-то проводит, второй проводит уже мелодию ниже или выше. И еще, еще, еще происходит такое дикое-дикое наслоение. Он был пятым ребенком в семье. Его назвали Роберт, Роберт Шуман. И его отец был книгоиздателем, а также писателем. И мечтал, чтобы его сын был писателем тоже. Родители часто хотят, чтобы их дети пошли по их стопам. Он давал Роберту очень много книг читать, и Шуман в детстве зачитывался Байроном и Жан-Полем. То есть, по сути, он впитывал в себя романтизм изнутри с самого начала. Читать он очень любил. Естественно, что делает? Угадайте, что делает Роберт Шуман в семь лет? Он берет уроки по фортепиано! Ну, конечно же, такой знакомый всем старт, если кто-то еще не пошел брать уроки по фортепиано в надежде стать великим композитором современности. У Шумана была целенаправленная цель. Он мечтал стать пианистом. Композитором он стать не мечтал. Он посмотрел на известного пианиста один раз на концерте, и у него была просто такая одержимость, одержимость с роялем. Он все время занимался. Учеба казалась ему невыносимо скучной. Про Шумана мы знаем очень много. И это не голословные слова, там кто-то додумывает, да, знаете. Один раз я читала книгу про Дворжика, которая начиналась словами, ну, Дворжика зовут Антонин, словами «Маленький Тонечек в детстве любил прыгать по полям, нюхать пылевые цветы, любоваться голубыми небесами». И такой думаешь, ничего себе, вот это биографические факты, кто за ним наблюдал в этот момент. Но тут все гораздо проще. Шуман оставил после себя огромное количество дневников. Он рассказывал о каждом своем дне, его дневники раскиданы по периодам, он их даже по-разному называл. Родители Шумана отнюдь не хотели ему музыкального будущего, как вы уже, наверное, поняли. Но при этом он упорно занимался. И однажды, когда ему было 18 лет, он пошел на один концерт и услышал, как там играет 11-летняя девочка. Ее звали Клара Вик. И он был настолько поражен ее игрой, что он стал одержим идеей найти ее педагога, чтобы самому у него позаниматься. Шуман всеми правдами и неправдами добился того, чтобы Фридрих Вик занимался и с ним тоже. Он хотел у него учиться. И тот увидел в нем огромный талант и отстоял у родителей его возможность заниматься музыкой. То есть понимаете, что вот здесь, да, между пальцами у нас находятся сухожилия. Сухожилия, они, их легко порвать, но они могут немного растягиваться, как думал Шуман. И он хотел сделать себе такую растяжку руки, которая бы могла взять, понимаете, да, вот сложное слово умдецма, да, вот большой интервал, да, охватить большой аккорд. Поэтому говорят, что он подвязывал себе палец на веревку к потолку и в этот момент играл что-то остальными. В итоге он наработал себе дикую травму руки. Однажды у него отнялся средний палец правой руки. Все, средний палец правой руки, вы же понимаете, самый центр рабочей конечности. Так что все, карьера пианиста для него была окончательно закрыта. И после этого он написал у себя в дневнике такую фразу, которую, когда прочитал, мне было с нее непонятное такое чувство, какое-то такое, вот такое. Он написал, величайшая трагедия случилась со мной, теперь я не стану великим пианистом, буду всего лишь композитором. Вот, написал он. И ты такой читаешь, думаешь, да, не повезло чуваку. Ну вот, и как бы, а, ну, значит, после этого он продолжает вроде как занятия, он еще пытается заниматься не только фортепиано, но и теоретическими дисциплинами. Помните, да, чему тогда учили? Это контрапункт, полифония, гармония, то есть все, что связано там и с сочинением тоже. И вот забавный факт, его учителя по теоретическим дисциплинам звали Генрих Дорн. Вот, и это правда забавно, потому что он всегда пишет, там, занимался с Дорном. С Дорном никогда не приду к согласию. Вот, а он хочет, о небо, заставить меня понимать под музыкой фуму, сколь различные люди. Почти хоку получилось у Шумана. Прошло шесть лет с тех пор, как Шуман был на концерте той самой маленькой пианистки, которую звали Клара Вик, которая была дочерью Фридриха Вика и так далее по пункту. И Кларе уже было 17, и однажды они снова встретились на одном из концертов, и они сильно влюбились в друг друга. Очень сильно. И Фридрих Вика, несмотря на то, что он, естественно, Шумана как ученика очень любил и ценил, видел в нем талант, говорил его родителям, мол, вы куда смотрите, да, траля-ля. Он оказался категорически против этого брака, он рвал, метал, просто категорически. Его очень не устраивало то, что у Шумана не было большого состояния за плечами, и вообще он был, знаете, в той стадии, когда ты подаешь большие надежды. Это как бы такая непонятная стадия, да, вечно. Он запретил им венчаться, но Клара пошла против воли отца, они пошли в суд, и суд разрешил им обвенчаться, то есть не пожениться, а обвенчаться. И, как бы, естественно, Фридрих Вик закрыл с ними все связи. Только после совершеннолетия Клары они поженились. Шуман написал, мне так нравится эта фраза из его дневника. Ты в то время была маленькой интересной девочкой с упрямой головой и парой красивых глаз, для которой вишни были всем на свете. Чудесно. Мне это напомнило, знаете, Арию Ленского про Ольгу, да, где там в тени раскидистой Дубравы он наблюдал ее забавы, вот, похоже. А вот, как бы, оправдавший надежды, он написал, дорогой Шуман, теперь мы не должны быть далеки друг от друга. А, вот, у Шумана, у них еще первенец родился, и тот написал, теперь вы тоже отец, к чему долгие объяснения? С радостью ждет вас отец Фридрих Вик. Вот, то есть, значит, милость не зашла, значит, на них. И это все маленькое произведение, это один большой неразрешимый вопрос. Непонятно, откуда взявшийся, откуда там вопрос, все же понятно. И слова такие. С приходом чудных майских дней, когда все почки развернулись, Проникла в сердце мне любовь, и чары все ее вернулись. Вот, и, то есть, это все именно про любовь, а вопрос все равно слышно. Субтитры создавал DimaTorzok Без ответа. Я не сержусь, даже если сердце разбито, на вечно потерянная любовь. Я не сержусь, когда ты сияешь в алмазном великолепии. Ни один луч не упадет в ночь твоего сердца. Я знаю это давно. Я видел тебя во сне. Я видел ночь в глубине твоего сердца. Я видел змею, которая пожирает его. Я видел моя любовь, как глубоко ты несчастна. И там как раз очень большой раскид, да, потому что моя любовь попадает на самые теплые моменты. Я не сержусь на болезненные. Они бы знали моё горе золотые звёзды. Они бы спустились с высот и говорили бы со мной, утешая меня. Но они все не могут ничего знать. Только она знает мою боль. Ведь она сама разбила мне сердце. Вот, сейчас будет. Вдруг. И в дневнике он писал о печальной меланхолии, слабости и сильных нервных приступах, если с ним случалось что-то неприятное. Что может быть неприятное с композитором? Кто-то не так посмотрел, что-то не то сказал. Музыка кому-то не понравилась. Да где же ты найдёшь тех, которым всем понравится твоя музыка поголовно? И он, значит, вернулся когда из России, значит, впервые начали появляться какие-то галлюцинации, и всё это стало выходить из-под контроля. Он начал жаловаться, что его преследует звук ля. Да, ну это, между прочим, это очень страшно, если это происходит сутками, да? Если бы это происходило перед написанием диктанта по сальфеджио, тогда было бы неплохо. И она в какой-то момент настолько разволновалась, что по её дикому настоянию они всё бросили и уехали в более спокойный город, в Дрезден. Значит, когда Шуману исполнилось 40, значит, что происходит? Они вместе с семьей живут в Дюссельдорфе, у них всё хорошо. Его пригласили, как известного маэстро, на должность мюзик-директора, то есть такого, который бы делал всё. Его пригласили в основном дирижировать, то есть ещё что-то разучивать, кому-то преподавать. В этот момент Клара, она тоже занимается преподаванием, у неё толпа учеников, потому что все хотят учиться у известной пианистки. И тут как бы случается очень такая интересная, такая странная вещь. То есть обычно, когда мы с вами говорим про композиторов, которые дирижируют своими сочинениями, это как-то выглядит как в порядке вещей. Ну, пришёл Бетховик, продирижировал своей вещью. Он, Мендельсон, работал дирижёром. А у Шумана не очень хорошо получалось дирижировать. И как бы ему кто-то об этом не стесняясь сказал, его это дико подкосило. Ну, просто было не его. А все привыкли, что как бы раз композитор, так это самое, почти одно и то же. У нас вон до сих пор в Санкт-Петербургской государственной консерватории кафтами называется «Кафедра дирижирования и композиции». И такой думаешь, ну ничего себе! И в итоге через два года с ним не возобновили контракт. То есть ему никто не сказал «пожалуйста, уходи». Но контракт не возобновили. Его это всё косило-косило. У него и светлое кое-что случилось. У него случился прекрасный друг с Иоганнесом Брамсом. Он приехал, у него было рекомендательное письмо от кого-то там, 3-го, 5-го, 10-го. Он приехал, значит, как маэстро, показать свою музыку, чтобы заниматься у него композицией. И он, значит, Шуман тут же его с порога посадил за рояль. Мол, ну приехал, ну покажи, давай. Попросил исполнить что-нибудь своё. Потом с первых тактах Шуману настолько дико понравилось, что он вскочил со стула и потом, значит, написал «это должна слышать Клара» и побежал за женой. И, значит, на следующий день, да, он очень её любил, серьёзно, она была его огромным авторитетом. И потом он написал в своей рабочей тетради «в гостях был Брамс-гений». Вот, очень коротко и ясно. Мало того, как бы он уговорил Брамса остаться у них на месяц. То есть сразу же, вот прям, знаете, гений, вот оставайся. Значит, ну в тот момент случилась, как бы, такая странная, такая интересная вещь. Вот помните, Клара была помладше, чем Шуман, но они познакомились, когда ему было 18, ей было 11. Она играла на концерте, это всё та девочка. Потом ей исполнилось 17, значит, он был тоже постарше. В итоге, да, в итоге она была младше мужа, но на 14 лет старше Брамса. Вот, ну вот, как бы, она находилась где-то посерединке. Брамс влюбился в неё очень сильно. И в какой-то момент он понял, что он влюбился настолько сильно, а совесть ему не позволяла. То есть совесть ему не позволила, и он вернулся к себе в маленький городок, и там стал люто работать. То есть вот в момент, если посмотрите на биографию Брамса, он там одно за другим пишет, 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 пишет. Вот, какие-то части симфоний просто мечутся вот так вот. Притом у него начались припадки, он начал терять сознание, и однажды он выбежал, ему что-то почудилось, и он выбежал в халате и, типа, решил броситься в Рейн. Короче, в Рейн он решил броситься. И он сначала кинул туда обручальное кольцо, вот, а потом, значит, хотел броситься туда сам, но его вытащили. Вроде все с ним стало в порядке, но тут, как бы, Клара поняла, что что-то вообще неладное, что надо его класть в больницу для душевнобольных, ну, чтобы ему там помогли, и потом все стало хорошо. И она в тот момент, она вообще была на очень позднем сроке беременности, то есть это вообще все было не в тему, это происходило, но она выбила ему отличные условия для лечения. Ему дали двухместную в палату, в которой в одной комнате жил он, а в другой стоял рояль. Да, то есть это была комната для рояля. И он сочинял. Узнал о том, что Шумана положили в больницу. Ну, естественно, как бы, ему стало от этого очень плохо. Он решил тут же вернуться. Значит, он помогал Кларе, потому что ей в тот момент была очень нужна помощь. Он сидел с детьми, которых, как бы, вот восьмой родился, пока Шуман был в больнице. И после этого, как бы, наступила такая прострация, потому что она думала, что Брамс сделает ей предложение, ну, потому что все к этому вело. Ну, почему нет? Ну, как бы, будет ей помогать, она же, как бы, обдавела. А он, а он слился. Ну, типа, просто уехал. Просто уехал и, типа, и дальше писал ей письма холодно. Ну, по крайней мере, прохладно, предлагая какую-то дружескую помощь. Но автобиограф Брамса, он потом написал, что Брамс по велению души выбрал одинокий путь Творца. Да, что ему, как бы, что он побоялся завязнуть в этом всем. Ну, вот, восемь детей, еще чего-то. Там какая-то, ну, там, женщина. Своих. Да, не своих, да. То есть, и, как бы, ну, непонятно, что с ним случилось, но он в действительности, как бы, уехал, и больше они особо связь, как бы, не поддерживали. И она написала, мое участие в его судьбе и творчестве всегда останется горячим, но мое доверие к нему полностью утрачено. Видите, как интересно получилось. То есть, это впервые, когда мы говорим про биографию композитора и не заканчиваем ее словами «умер». Не знаю, мне кажется, что шум, он безумно хорош именно в камерных ансамблях, потому что он, каждый инструмент, мыслит настолько индивидуально. Пока не было такого места, где бы они прям пилили втроем одно и то же. Да, это как три разных голоса, три разных персонажа. Они что-то делают, они как-то связаны друг с другом, они говорят разными языками одно и то же. Помните, там есть вот этот самый первый мотив? Такой встревоженный, его и виолончели сказала. И фортепиано даже его скажет. О, сказала, да? И фортепиано сказала. В общем, это субминорное трио, которое я нахожу просто потрясающе. А вот это фортепиано-квинтет. А что такое фортепиано-квинтет? Там кто играет? Ну, вы же догадались, да, что там не пять фортепиано. Было бы смешно. Так тоже, я думаю, пробовали. Фортепиано-квинтет — это струнный квартет плюс фортепиано. Все-таки есть что-то волшебное в камерных жанрах. Они могут быть настолько же сложные по форме и по смыслу, как симфонии, но в них ты успеваешь каждый инструмент мыслить как личность. Все-таки в оркестре мы такие смотрим, вот это струнный пласт. Это духовые пласт. А тут каждый отдельный человек, каждый что-то говорит. Можно наблюдать за их мелодиями, прям вот как в кино смотреть. Быстро цапаем началки, тык-тык-тык-тык-тык. А у Шумана есть месса. Ну, помнишь, что такое месса? Месса — это большой религиозный жанр. Мы слушали у Баха мессу си минор. Остались, да, вот как в кино, да, когда остаются истончаются. То есть интересно то, что если сравнивать с Бахом, а на ум как бы не может не прийти сравнение с Бахом. И во времена Шумана оно тут же не могло не прийти. Да, вот у кого есть месса, всем мессом месса. А у Шумана эти голоса, которые будут хором и солистами, они как-то, ну, так выползают из общего оркестра. Их рождает тот аккорд, который застывает. И они постепенно-постепенно вклиниваются, становятся частью оркестра. То есть кажется, что это просто отдельный пласт. А у Баха там вначале, помните, да, что делает? Там эти голоса в кире, они обрушиваются. Они обрушиваются, и они громкие, и мощные. И это вообще не часть оркестра. Оркестр сразу меркнет. Все, он ушел, ничего круче не будет. А Шуман, он по-другому все это видит. У него образы более так вот смешиваются в голове, дают какую-то дикость, да, и он это записывает. Собственно говоря, вот, пожалуй, на этом можно остановиться.